Субтитры подогнал «Симон» 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 в стараховицком рынке. Сегодня, в дни 9 мая 2019 года, мы праздываем обходный во всех краях Уни Европейской на памятке подписания исторической декларации Шумана День Уни Европейской. День добрый, мои дорогие. Слышите себя хорошо? Здесь, как вы выглядите на доброй пляже. Жалую, что не привезли парасоли из пиахов. Но, мои дорогие, мы находимся в стараховицком рынке, в рынке Вежбнику, в рынке, который был ревизированный из-за środков Уни Европейской. Таких примеров, которые были выданы в нашем месте, в нашем регионе, в странаховицком, в странаховицком, в странаховицком, в странаховицком, которые были созданы через саморазовы, мы можем выменить в деле. Хочу, чтобы вы видели, потому что вы не помните этого, что все дороги поведенные на территории нашего города были измодернизированы, выремонтаны только и выручнее деки środкам европейским, которые поведенцы получили несколько лет назад. Все наши школы, 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 школы основные, прошли комплексные процессы термомодернизации, только и выручнее, деки obecности Polski в Унии Европейской, деки тому, что гмина Старховица вызвала на этот цель środки właśnie унии. Ревитализация Парку Мейского, которая się rozpочzęла, не была бы возможна, никогда, gdy бы саморазов не получил środковых европейских на этот цель. То, что происходит сейчас на виадукте, то, что происходит об охране президента Качейского на узбеку 1 мая радомской, то есть также проекты реализованы благодаря поддержке европейских środков. Хочу бы, чтобы вы сдали себе праву с того, что obecность Polski в Унии Европейской есть несущественно важна и возможно, что большинство из нас на каждый день не сдает себе до конца с этого справа, но так на правду каждый из нас с этой obecности каждого дня корzysta. Продолжение или позднее все выедемо за границу, за границу, которой в этой chwili не есть. Не нужно уже ставить до контроля на большинстве границ в Унии Европейской и в Европе. Мы возможность безопаснее и свободнее подружить по Европе. Мы возможность участвовать в проектах с Эразбуса. Мы возможности таких, которых не имели еще 15 лет тому. И сегодня сегодня есть именно по тому, чтобы мы о том вспоминали, ущедомили о том, что кисше себя, что приялись запрошение Стоверсия Розправа в Европе. Будете могли поразмать с доктором Бартумием Запаулом с Университета Дуиана Колоноскего, 28 страны, которые творят Унию Европейскую. Мы, чтобы на каждой карте видеть напис «Зъединенные в Рознородности» в ойчистом языке данного края. Запрашиваем всех хетных до намалования hasла «Ду Марка». Марк, покажься. Там, за камерой. Ктоже ма пэндзле фарбы и напис «Зъединенные в Рознородности» в каждом з ойчистых языках краю в Унии Европейской. А уже сейчас на сцену запрашиваем Игора Качаровского, который выглосит referат о Унии Европейской и тем самым започнит молодежные расправы о Европе. Запрашиваем również Зузе, которая wspólно с Игором проводит дизайсшую дебатю. Узия Европы не операла на отношения до потенки, а на идеи, что диалог и взаимный шацунок это неизбетны ворунки будови покоя на контененте и динамичного развития каждого народа. Так о идее интеграции европейской говорил папеж Полак Jan Павеј II. По II Войне Световой знисчета и ослаблена Europa была таргана многими проблемами. Однако прежде всего приводцы европейсцы визели, что нужно сделать все, чтобы никогда не дошли до следующей страшной и ништяной и прятовучей войны. Европа обезьяла от роджения Немец, обезьяла от обезьяна визиазку Радзецкого и визиала, что не нет шанс в экономичном выщегу за Станами Съединенные. Возьмина уже на початку лет 50-х начали пракеты над строительством европейских государств, которые могли с собой спору и заставить покой на контененте. Мало это уложить спорный рынок вегле и стали, суродцов, которые неизбедны до продукции брони и машин боевых. В разе чего один из страны начнет продвигать, продуковать слишком много, и другие страны реагируют. Квейцин 1951 оказался преломом. Возьмина вовремя подпись трактат парижский, который повоял до жизни европейскую спорунду вегле и стали. Вспорожили ее Холандия, Белгия, Франция, Гусенбург, РФН и Блохе. Это были почты Уни Европейской. Сесть лет позже были повоаны два понапастровые института Европейская спорна господарча и Европейская спорна энергии отомовой. Окрас от 1957 до 1986 год это час дошения до спорна других европейских kraев. Дани, Великой Британии, Ирландии, Греции, Ииспании и Португалии. По-за тем Уния начала иметь вымиар политические. По-суги до парламенту европейского начали выбирать в выборах повсехных повстала Рада Европейская и Комисия Европейская. Прови, форма спорна в ПАНИ в заказе вымиару справедливости. Дисейшую Унию Европейскую установил трактат Смершмид с Мы вместе с Северной Вспойнотой 1 мая 2004 года вместе с Цепрем, Цехами, Эстонией, Литвой, Лотвой, Мальтой, Словацией, Словенией и Венгровой. Если вы уже закончили годы, уже 26 мая можешь выбрать, какая будет Уния Европейская. Заголосуй в выборах до Европарламенту. Это действительно важно для лучшей Уни и для лучшей Польши. Спасибо. Продолжение следует на сцену нашего уникального гостя, с которым мы поговорим о Унии Европейской. Лауреат Европейской Нагроды Обывательской, признанной przez Парламент Европейский для ухомерования Европейцевых за działальность на речь промывания wartoсти европейских. Выкладка Университета Jana Кохановского в Кельцах. Члок Team Europe, вецепресса Стовария Розправы о Европе. От понад 14 лет занимается проблемой процесса интеграции европейской. Продолжение следует... 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 Пытание, потому что целая Европа, это не все, что скопилось в Унии Европейской, потому что больше есть страны европейских, чем те, которые решили на интеграцию или спростоли ремову интеграции. Европа в целом очень разнообразная, мимо процессов сединения, которые начали почти 70 лет уже назад. Поэтому лучше доказать о том, чем Европа есть по-за Европы, лучше доказать о том, что сами jesteśmy Европейцы, когда выезжают на przykład до Азии. Если мы на przykład в Шанхае, в Тайландии или на контакте африкаском, также и в Соединенных Штатах, то европейцы потратят себя познакомиться. Они видят, что они из одной части части мира и что они имеют очень много взаимодействия. Когда на каждый день смотрим, то мы сможем узнать, кто Немец, кто Норвеги, а кто португальцыки. Когда мы в Чинах, то все остаемся очень другими. Это такое невероятное испытание. И чтобы понять, чем Европа есть, мы должны смотреть шире. Мы должны смотреться по-за Казахстана Европейского, чтобы на гнины, которые преследуются на большинство оборудовательных господавцев, которые встали в страны, которые мы гораздо мощнее работаем, которые мы гораздо мощнее взаимодействуем. И если мы вместе, то есть нам очень труднее. То есть эта Европа очень нужна. И есть это, мимо, что мы здесь находимся в гроне самих молодых людей, что Европа является такой формулой уже старше. Папец Францисек, когда говорил в парламенте европейском Страсбургу, использовал такого окрещения «Europа донна», «Europа бабча». И часто Европа есть постригана как такая бабча, нерыхлива, специально и быть может гдерающая, но вciąż о великом сердце. Но Европа вciąż ма олгромий потенциал в себе. Не всегда вызвольный, особенно если chodzi о инновации, ма потенциал людей молодых. Хотя, смотря на демографию, этих молодых не есть так много, как на контененции африка. Но вciąż это самое лучшее место на свете, безопаснее место на свете и наибогате место на свете, чего мы в Польше тут не до конца совсем не знаем. А до чего Европа нужна именно молодым людям? Уния Европейская нужна и старым, и молодым. И тем в среднем веке. И каждому индивидуально на немножко может в другой способ. Наиболее можно сказать, что Европейская нужна для безопасности. Для безопасности экономичного, потому что мы можем лучше развивать. Для безопасности социального, потому что гарантирует нам права. И в ситуации, в которой начинает нам себя горше повозить, то потратить нам себя заопить. Но если chodzi о молодых людей, то кажется, что Европейская нужна для того, чтобы по-первых, дать им шансы, чтобы без взгляда на то, что мы живем в очень богатом Луксембурге, что мы живем в больших местах, например, в Лондоне или Париже, или в небольших местах, или средних местах, таких как в Стараховике, которых есть очень много на территории Унии Европейской, чтобы мы могли иметь подобный старт, что в ситуации, в которой, если, может, нам повозить немного горше, то мы можем получить поддержку. Вспоминуты европейские, о которых вспоминал президент Мак Матерек, в том числе развития инфраструктуры, относятся также до инвестирования в капитал людский. Это такое нехладное окрещение. Но оно скупит себя на том, что инвестированы в наши головы, в молодые головы, в кредитные головы. Украина, которая в целом, в целом, в целом, в развитии всех странах, в целом, и не всегда могла бы сама эти помыслы реализовать. А благодаря поддержке Унии Европейской, очень многое из этих помыслов, сотни, тысячи, можно сказать, миллионы, которые имеют шансы на реализование. На pewno слышалиście, и тут не открывам Америки, но таким большим, или важнейшим инструментом вплывания Унии Европейской на молодых есть программ «Эразмус». Мы просто о поколении «Эразмуса», о возможности познавания Европы, о возможности перемещания себя, студиования, подпатривания того, как живут другие. Подпатривания не по то, чтобы попасть в какие-то комплексы, потому что не jesteśmy горщи, не jesteśmy слабщи, хотя может, что-то еще немного беднейшие, но такого поколения, что вместе мы можем делать много интересных вещей, и также, что также могут навязывать себя приезжие, что появляются новые родины. И говорится о детях программ «Эразмус», потому что очень много студентов, которые выезжают, например на полтора года, они узнают милости своего жизни и решают с ними продолжать это жизнь уже на доброе. Не смотря на то, что кто-то из Польши, из Португалии, из Хиспании, или из Волг, потому что у этих wspólных целей как европейцы, особенно молодые европейцы, мы очень много. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Играет музыка. Продолжение следует...